К выходу фильма Капитан Марвел мы решили разобраться, какие технологии могут создать сверхчеловека, какие сверхспособности реально приобрести, законно ли это и сколько это стоит. Погнали! С научной точки зрения есть 7 способов создать сверхчеловека, и все они отрабатываются в научных лабораториях по всему миру. Первые три посвящены усилению возможностей мозга. Это интерфейс мозг-компьютер, нейроимплантанты и технологии переноса сознания. Про эти технологии мы уже рассказывали вот в этом выпуске. Четвертый способ – это повышение физических возможностей человека за счет экзоскелета. Пятый – наномедицина, и ей будет обязательно посвящен отдельный выпуск совсем скоро. Шестой – киборгизация, о ней мы рассказывали вот здесь. И, наконец, седьмой – генное программирование. Причем этот термин относится не только к созданию идеальных людей, но и к созданию идеальных машин. Ему и будет посвящен сегодняшний выпуск. Недавнее заявление китайского ученого о том, что плодом его экспериментов стало рождение геномодифицированных безняшек, шокировало весь мир. Почему же? Вовсе не потому, что эксперименты с изменением генома человека запрещены. Они ведутся сейчас во всех развитых странах мира. Просто особо не афишируются. Скандал вызвал сам факт рождения таких детей. Это пока действительно запрещено. Но эра генетического программирования уже наступила. Еще в 2006 году молекулярные биологи Эндро Файер и Крэг Меллоу получили Нобелевскую премию за открытие механизма РНК-интерференции, позволяющего выключать функции любого гена. Но это не единственный способ повлиять на гены. Известно также, что вирусы способны переписывать информацию клетки хозяина. Затем измененная ДНК размножается вместе с клетками хозяина. Так что вирусные биотехнологии – один из путей развития генетического программирования человека по заданным характеристикам. В качестве примера можно привести генетический допин, репоксен и другие, обнаружить которые просто невозможно. Но они серьезно влияют на физические возможности человеческого тела. Пока это лишь продукт закрытых лабораторий. Но скоро генетическое программирование и модифицирование станет коммерческим продуктом. Способов модификации генома человека много. Это и РНК-интерференция, и рекомбинация ДНК, клонирование, трансгеноз и технологии наномедицины. Возможности применения каждого метода не ограничиваются избавлением от болезней. Это и продление жизни, и общее совершенствование генома человека с переходом к постчеловечеству, и конструирование идеальных людей с включением психогеномики, старающиеся выявить гены, ответственные за формирование личности, ее идентичности, психики и поведения, и создание, конечно же, лекарств, которые будут точными копиями индивидуальных веществ организма, и многое-многое другое. Но генопрограммирование актуально не только для людей, но и для машин. В сфере машинного обучения это использование генетических алгоритмов для развития неконтролируемой эволюции нейросетей по принципу естественного отбора. Если говорить просто, нейросети ставятся в условия, при которых выживает та, которая лучше и быстрее других справляется с поставленной задачей. С помощью таких технологий уже проводятся сложнейшие вычисления. Например, разработка идеального химического состава для лекарственных средств. Но так как развитие нейронной сети в данном случае не управляется и не контролируется человеком, оно может идти и по неожиданному сценарию. Например, в университете Сасекса перед нейросетью была поставлена задача создать осциллятор, задействовав эволюционные механизмы развития. В итоге машина справилась, представила человеку прибор, который выдавал периодический сигнал. Только вот он не создавал их сам, а лишь ловил сигналы, находящихся рядом электронных устройств, и выдавал их за свои собственные. Другими словами, робот смог в кратчайшие сроки обеспечить самовыживание, приспособившись к условиям и дав человеку видимость того, что он хотел. Ученые просто не могли предвидеть такое развитие событий. Звучит страшновато, не правда ли? Но чаще всего нейросеть при генном программировании справляется с поставленной задачей. Уже сегодня результаты таких экспериментов используются в суперсовременной технике в лекарствах. По прогнозам некоторых экспертов, в ближайшие 10 лет искусственный интеллект на базе генного программирования произведет больше открытий, чем все человечество на сегодняшний день. Так что создание сверхчеловека, как и сверхмашины, вполне возможно. Весь вопрос сейчас стоит в этичности и безопасности. Никто же не знает, как искусственная мутация может отразиться на нас в долгосрочной перспективе. И никто не может предсказать, к чему приведет эволюция машин по принципу естественного отбора. Этический аспект больше касается именно людей. Представьте, что стало доступным редактирование генов будущих детей. Родители смогут выбирать опции на свой вкус, меняя не только пол и цвет глаз, но и выбирая продолжительность жизни и повышение умственных способностей. Такие дети передадут эти признаки своему потомству, еще улучшив его по некоторым показателям. Звучит отлично, но ведь став коммерческими, такие технологии будут по карману далеко не всем. Что приведет к невиданному до сих пор социальному неравенству, закрепленному на биологическом уровне. Вот почему сейчас, несмотря на постоянные и многочисленные эксперименты с изменением генов-эмбрионов, рождения геномодифицированных детей под полным запретом в большинстве стран мира. Не все технологии могут оказаться полезными, но я верю в светлое будущее, и я верю, что мы найдем правильное применение и этим технологиям. I'll be back.